Всем привет, с вами Серла, это продолжение прождение Пестра с жимистой легендой. И мы начинаем наш матч против Норд-Ист Лондона, Тоттенхэм. Хорошо, да, не, я, конечно, не играл, даже вообще не дописывал, наверное, около трёх недель. Поэтому с комментариями будет немного плоховато. Так, у нас играли чемпионов, поэтому мы тут обязаны побеждать просто. Это, вроде бы, первая игра. Вообще ничего не помню, если честно. Ну, буду в защите больше отрабатывать. Ух ты. Нет. Я объясню, почему я буду в защите отрабатывать почаще и басоваться. Да, всё время, пока не играл, я решил поиграть на самую высоком уровне сложности, за футбола, за своего любимого защитника Пойоля. Довольно-таки интересно это было. Сыграл целый сезон. И даже смог забить один гол. Учитывая то, что это не просто на таком уровне сложности до защитника. Играл постоянно в защите полностью. Нападение бегал очень-очень редко. И даже умудрялся быть лучшим игроком матча иногда. Сейчас довольно-таки непривычно играть всё-таки. За непрокаченного игрока. Ну, нужно снова вспоминать всё. И тем более на таком уровне сложности. Я ещё решил, что всё-таки потом буду играть на самую высоком уровне сложности в последнем сезоне. Блин, заговариваясь и немного плохо играю. Извиняюсь за это. Мне ещё понравилось, как действуют вратари. Причём, действуют вратари у обеих команд хорошо. Но когда были серии пенальти, постоянно проигрывала моя команда. И причём по-глубому. Пропуская каждый гол. Это было бредово. Если честно. Блин, непривычно, конечно, играть за сосуну сейчас. Очень непривычно. Так, давайте, ребята, уже. Всё. Пока что поиграем в нападении. Уровень сложности пока подваляет. Да. Обалдеть, бас. Игра за пьюли, я прокачивал себя полностью в масс. Прокачался вроде бы до рейтинга у меня был сотый. Так, и нас забили. Да, ну ладно. Что-то я совсем уже как-то забил на игру. Ну ладно. Даже умудрился попасть, не помню, как это называется, в команду. Так, я... Блин, очень привычно играть до него всё-таки. До этого персонажа хренового немного, мягко говоря. Да, снова сам побежал за мячом. Это очень бредово. Давай басуй уже. Так, я вроде бы не договорил, что я попал в лучшую команду сезона, или как там это называется. У тебя я не помню. Попробую всё-таки сам забить сейчас. Пока. Так как... Всё-таки нужно побеждать обязательно. Не было рикошет. Странно. Я понял, что рикошет всё-таки был. Значит, меня толкали просто. Ещё устаю я очень сильно как-то. Всё, нужно... Снова привыкать. Ещё раз привыкать. Ещё очень часто зарабатывал красные карточки. Жёлтые вообще в каждом матче были практически. Ну, команду спасал хорошо. Очень даже хорошо. На... Я не помню. Вроде бы... Закончили сезон на втором месте. На первом... Был реал. За отставание вроде 5 очков. Ну и то, если бы я не спасал постоянно... Что за... Бред. Не спасал постоянно команду, то... Всё было бы очень плохо. Нарушения не было. Ну ладно. Давай. Молодец. Всё-таки неинтересно мне как-то играть за этого персонажа уже. Блин. Да что ж ты такой... У меня ещё реакция была довольно-таки хорошая. У Куёля. Поэтому... Было очень даже интересно. Ну. У моего игрока она, к сожалению, хромает. Не прошёл, по сожалению. Опять же. Так. Давайте, ребята, уже хоть что-то сделайте. А то мне скучно становится. Вроде же прервал ты передачу. Чё ж так... Не до конца-то сыграл. Не. Привык уже за защитника играть. Ужасно привык. Хм. Ну ладно. Моя ошибка. Всё-таки буду стараться добить его. Всё равно, если я буду в защите стоять, то... Ничего с этого не будет. Такого полезного. Так как команда сильная. И не думаю, что моя... Моя команда сможет что-то сделать. Хотя бы один гол забить. Если забьём, то уже будет хоть что-то. Так. Ты будешь пасовать? Нет. Нет. Ну. Точнее будет, но не мне, к сожалению. Ладно. Да давайте уже, ребята. Что ж вы так... Понимаю, это я ещё плохо играю за то, что... Давненько не играл. Очень давно. Ладно. Да. Мог сейчас карточку получить. Да блин. Очень непривычно. Ужасно. Да давайте. Ну и вы будете хоть что-то делать. Да уж. Надеюсь, все-таки, что сможем хотя бы отыграться. Тоже хоть кто-то был. О, замечательно. Давай пасуй. Да. Снова сам на мяч побежал. Так часто бывает. Забивай. Молодец. Все-таки смогли сами без меня. Молодцы. Я же захотел защитникам стать, после того, как поиграл. Ну это уже, наверное, ПС-14 будет. Если я буду, конечно, записывать ПС-14. Усайда. Ну хотя бы 1-1. Так. А мы ещё и в гостях играем. Так что всё замечательно. Если мы в следующем матче сыграем 0-0, то мы победим. Это не может меня радовать. Я ещё уставший. Ужасно. Да, всё-таки лучше буду в пасы играть. Доверять своей команде. Угловой. Так. И я далеко от ворот. Что, опять же, непривычно. Для меня. Ну всё, свисток. Можно уже не стараться что-то сделать. Хорошо, да, мы таки сыграли. Я имею в виду мои напарники. Я-то хреново сыграл. Не удивлюсь, если у меня даже 5-5 будет. И у меня 6-5. Странно. Очень странно. Ну ладно. Так. Что там? Как другие сыграли? Бенфика проиграли. Бенфика проиграла Реалу Мадриду 1-3. ПСЖ проиграл Интеру 2-3. Так, мы ничью. Да, 1-1. И Арсенал победил. Милан. 3-1. Интересно. Так, я... Кстати, когда я был за Пуэлли, точнее, играл, то тоже почему-то был как вратарь. Это бред. Опять же. И что самое интересное, хоть я там, наверное, раз 10 получил звание лучшего игрока, всё равно я не смог ни разу получить бутсы. Весь сезон провёл без них. Что было очень как-то странно. Ну а на этом всё. Увидимся.